Доброго времени суток, дорогие друзья! На дворе прекрасная осень. И сегодня мы вновь решили побывать в гостях у Иннокентия Аполлоновича Фёдорова, старшего научного сотрудника Института биологии. И поговорим сегодня мы на очень замечательную тему. Это семейство сосновых. Иннокентий Аполлонович, здравствуйте! Здравствуйте! Семейство сосновых, ну это, наверное, то, что знают с малых лет, да? Ёлочка в детском саду, стишки. И это вот мечта каждого иметь красивую, хорошую ель у себя во дворе. Но не всем удается это сделать. Давайте поговорим вначале вот об этой красавице. Наша республика – это лесистая страна. Более 90% территории занято лесом. И у нас растут такие прекрасные растения из семейства сосновых. Вот пихта сибирская. Пихта сибирская, она относится к семейству сосновых, но род пихта. Род пихта. Пихта сибирская – очень красивое растение. Вот тюркские народы из нее строили свои жилища. Потому что у нее теплопроводность, как у полистирола. То есть древесина пихты дает, из нее строят очень теплое жилье. Это растение полезно тем, что дает скипидар, канифоль, медикаменты. Очень много лекарственных веществ, эфирных масел. Поэтому она традиционно используется в такой медицине. То есть официальная медицина ее признает в качестве лекарственного вида. Да, но мы поговорили о ее таких полезных свойствах, да? О красоте. И к тому же это красивейшее растение. Пихты, они, между прочим, в Западной Европе – это новогодние ели. Они используются в качестве новогодних елей, потому что у них почти правильная пирамидальная форма и густая хвоя. Очень густая. Изумрудно-зеленая. Сейчас осень, изумрудная зелень немножко утерялась. Зимой растения впадают в покой и немножко блекнут. Чуть-чуть видно все равно вот здесь, да? Она влекнут. Летом она была интенсивно изумрудно-зеленой. А какая она приятная на ощупь? Хвоя у ней плоская и мягкая. Приятная на ощупь. И вот здесь большие вот эти ветки, такие шикарные. Они внизу, да? При ремонте она немножко пострадала. Здесь восстанавливали. Много веток было обломано, потому что ее строители, чтобы совсем не повредить, не сломать, обвязывали. Вон кое-где ветки отмерли. Но со временем она восстановится. Это свидетельство того, что она себя хорошо чувствует, то, что вот она отросла на 70-80 сантиметров. А, это вот этот белый росточек наверху. Ага. На верхушке палочка такая. Это вот прирост этого года. Помимо этого ствол тоже сам по себе растет. Поэтому эта пихта, я думаю, где-то выросла на один метр. Давайте раскроем секрет небольшой. Да, сколько лет этому растению? Чтобы люди понимали. Эта пихта была привезена из Алданского района. Ее там достаточно много. Маленькая привезена. В качестве примеси к другим хвойным породам. В сосновых лесах, виловых лесах. Она соседствует с ними. Была привезена совершенно крошечной, трехлетней. А у меня растет 11-е лето. Ну и выросла где-то метров на 7. На 7. 7 метров есть. Вот за 11 лет можно при правильном уходе за елю получить 11-метровую пихты. Да, получить вот такую 11-метровую красавицу. 11 лет. Ну вот теперь поговорим о том, как за ними ухаживать. Все-таки нужен ли какой-то определенный уход? Непременно нужен. Потому что хвойные, все хвойные. Будь то ель сибирская, ель аянская, сосны. Сосен у нас три вида. Сосна обыкновенная, то, что около Якутска растет. Кедр – это сосна сибирская. Правильное название. Кедр – это народное название. И кедровый сланик. Сосна стелющаяся. Вот три сосны у нас. Все они ели, пихты, сосны. Они любят кислые почвы. ПН кислая должна быть. Поэтому при их посадках надо добавлять горный песок, который сам по себе имеет кислую реакцию. В качестве примеси почвенной смеси 30-40% лучше всего гильдямский вот этот рыжий песок. А по поводу полива достаточно много? Так как они родом из Алданского района, а там выпадает очень много осадков, 2-2,5 раза больше, чем в Центральной Якутии. Ее надо поливать обильно, буквально заливать. Это раз в 10 дней. Забегая вперед, хотелось бы отметить, что сегодня мы покажем, как нужно черенковать хвойные, верно? И, соответственно, как можно и шишек получить. Да, посеять семена. Посеять семена. Вот так. И такой вариант размножения, он тоже работает. Просто нужно правильно это делать. Ну а пока перейдем к следующей красавице и посмотрим еще на одно прекраснейшее растение. Так, Иннокентий Аполлонович, мы сейчас пойдем смотреть следующее растение. Что это будет? Аянская ель. Аянская? Аянская ель. Вот она. Аянская. Тоже в Южной Якутии растет. Пойдемте. Так, рассказываем про нее. В чем ее прелести визуальные? Да, вот коля тут цветная. Со временем, когда она вырастет, большая станет 20 метров. Она, вот эти ветки вот так вот загибаются. Она наверх поднимается? Тангса, хорея это называется, курносая. Из-за того, что ветки вот так потом загибаются и все растение становится голубым. А, вот мы видим, да здесь немножко осталось, да сейчас? Но нужно понимать. Почему немножко? Хвоя дуть цветы. С тыльной стороны она зеленая, а систь под ней стороны она, вот отсюда, она голубая. Голубая. Очень, очень красиво. Это ее определенная такая черта, да? Аянская еля. Да, аянская еля. Мы видим, на макушке остались шишки. Да, на макушке образовались в этом году множество шишек. Большую половину из них я взял для размножения, достал оттуда. И это свидетельство того, что растение весьма неплохо чувствует себя. Да, ему хорошо. Ему, ну, в целом-то она удовлетворительно себя чувствует. Хорошо, идем далее. Идем дальше, в голубой форме сибирской ели. Это главная моя гордость. Гордость? Ага, она уже вытянулась. Ну, 10 метров есть, видимо, да? Какая красота! Вот она. Сразу. И мы от нее возьмем. Это та же сибирская ель, которая вот в центральной Якутии произрастает. Недалеко в Тнамском районе ее много. Хангаласском ее достаточно. Вот она, один вид. Просто в Алданском районе, в силу каких-то особых условий, видимо, там повышенная радиоактивность, говорят. В одном месте вот такие вот растут. Что такое вот голубизна? Это восковой налет. Чем она, чем она утолщается, вот этот налет, толщина этой, тем сильнее голубизна. А вот почему веточки вниз смотрят так? Ну, это такая биологическая особенность. Да, они прям вот как будто свисают, как у ивы, да? Как у ивы. Прям все вниз смотрят. Если бы она стояла на солнце, она у меня почти 100% тени стоит, она была бы гораздо пышнее. А ей тоже 10 лет? Ей, ну, 17 лет назад я привез одновременно саянскую елью. Ей 20 лет. А, 20 лет. Ей 20 лет и высота 10 метров. Ну, плюс-минус, да? Максимально ели в Якутии достигает высоту максимально 30 метров. Наверху мы видим тоже шишки, это хороший знак. Я теперь немножко научился размножать ели. Как семенами, так и черенками, то есть вегетативно. В институте биологии работали такие всесоюзно известные лесоведы, лесоводы, как Щербаков Игорь Петрович, профессор, доктор сельскохозяйственных наук, кандидат в сельскохозяйственных наук, Карпель Борис Абрамович, Алла Елисеевна Петрова, Парилова Вера Тарасовна. Вот они научили меня черенковать. Правда, лиственные породы, ну, эти навыки мне помогли и в черенковании хвойных породов. А вот об этом подробнее узнаем прямо сейчас, верно? Вот. Выбираем хорошие отростки двух лет. Это как считать, что им два года? Вот это вот, вот эти вот боковые, видите, да, сильно голубые. Это вот этого года. Маленький, первый. А от кого они растут, это двухлетний побег. Двухлетний побег с веточками. Выбираем потолще. Ну, и сантиметров 15 блиной вполне достаточно. И прямо грубо обрываем. Ой! Вместо с пяточкой. Для чего это делается? Пяточка вот эта, это она будет всасывать в воду. Чем она больше, пятка, тем больше воды она будет всасывать. Вот она, двухлетняя веточка. Сильно повреждать свою елку я не хочу, поэтому на двух-трех побегах. Вот, еще выберем. Еще выберем. Ага. Обрываем. Тоже с пяточкой получилось. Это хорошо. Второй черенок. Черенок. Ага. И, пожалуй, возьмем отсюда. Сильно не будем прессовать ветку. Вот, давайте вот эту. Ой! Безжалостно так. Достаточно. Посмотрите. Три черенка ели. И ели хвойные можно черенковать поздно осенью, перед самыми морозами, когда растение уже впадает в состояние покоя некого. и оно получает меньше стресса. И сразу же надо поместить вот это дело в воду. Потому что очень быстро пересыхает. Пяточки должны быть в воде. И пойдемте. Вот у нас одна пяточка не в воде. Мы их сейчас посадим. Прямо сразу? Прямо сразу. Вот так. Иннокентий Аполлоныч, а какова вероятность, что все эти три черенка приживутся? У меня не очень большой опыт, да? Я два раза черенковал. Где-то четыре года назад и восемь лет назад. Результаты с каждым разом. Первый раз треть где-то. Одна треть. Одна треть прижилась. Дала корни. Человек учится на своих ошибках. Я свои погрешности ликвидировал. И во второй раз где-то прижилось у меня 60-70%. Большая часть. В этом году, я надеюсь, что будет 80%. На 100% пока не смотрим. Главное, чтобы хотя бы 80%. Да, 100% ни у кого нет. Даже на западе, за Уралом. Там хорошие, лучшие условия, чем у нас. У нас все лимитировано же. Черенки наши. Что дальше делаем с ними? Дальше делаем с ними. Снимаю перчатки свои. И ошмыгиваем. Ошмыгиваем? Ошмыгиваем их. Ошмыгиваем. То есть мы срезаем боковые побеги. Очень коротко оставляем. Смотрите. И обдираем. Прямо грубо обдираем где-то сантиметров на 6-7 хвою. Это часть побега, которая пойдет под землю. Ошмыгивание называется. Скорее всего, из этих... Очень старательно. Из этих иголочек, скорее всего... Если мы оставим иголки, они могут загнить летом следующего года. И черенок может погибнуть. Вот эти отрезаю, не жалко? Отрезаемся. Вот эти? Угу. Оп. Оп. И снимаем. Вот. Я говорю, наверное, из этих иголок вы тоже что-то делаете. Навряд ли вы их выбрасываете. Эти иголки можно заварить. Вот. Получится хороший настой. Полезный. Разжижитель крови. Стимулятор иммунитета и так далее. Вот. Я ошмыгал, да? Теперь я срезаю... Музыцы где у нас? Угу. Вот эти вот боковые побеги. Так у нас ничего не осталось практически. Жалко как-то. Одна палочка остается. А-а-а. И... Вот. Берем теперь пивочку. Из... Лобзика. От лобзика. Ага. И царапаем. Царапаем. Наносим вот. Повреждаем кору. Чтобы что? Чтобы стимулировать образование калуса. Калус это не дифференцированные клетки коры и камбия. Очень интересные слова. Ну, проще говоря, чтобы быстрее прирослось. Черенок готов. Так. Ага. Теперь берем... Вы берете вот этот. А я еще не... Пилка не сделала. М? Пилка не сделала я еще. Ага. Ага. Так. Просто вот так, да? Во всей длине или только внизу? Да, да. По всей длине. Царапаете. Вот так вот. Ага. Не боитесь. Как-то это все немножко убежало. Некоторые специалисты вообще снимают ножом кору всю. Вот. Корневин. Корневин это специальный порошок. Основа гетероаукцин. Это стимулятор роста и приживаемости. Смело обмакиваем. Угу. Угу. Так. Корневин опустили. Корневин опустили. Обмакнули. Обмакнули. Корневин способствует, ускоряет появление корней. Ага. Затем последуем питомник. Питомник. Ага. Вот таким вот инструментом. Очень просто и быстро делается. И все? И все. И оставляем на зиму? Оставляем на зиму. Растение в покое. Летом с появлением тепла. При появлении тепла я покажу, что я сделаю. Можно вот так близко. Даже. Очень места мало. Не предстоит черенковать. Под углом делаем где-то 50-60 градусов. Можно 45, если много места. Вот. Что я сделаю весной, да? Что я сделаю весной? Вот. Обыкновенная баклажка. Пятилитровая. Из-под чистой воды. Очищенной. Вот она будет нам служить микротеплицей. Это весной. Я ее сейчас не одеваю. Весной я вот так ее одену. Весной это примерно когда? Май, апрель? Это вот после стаивания снежного покрова. Где-то 3-4 дня подождать. И устроить тепличку. Ага, маленькую тепличку. Тепличку. Здесь температура будет, температура высокая будет, конечно. Нагреваться она будет от солнца. И когда мы можем пересаживать потом? Раз в два дня надо давать подышать. Подышать, ага. Вот так растение. Потом опять закрываешь. Сделаю маленькие дырочки. В трех-четырех местах. Это делается раскаленным гвоздем. Раскаленным гвоздем делаешь дырочки, чтобы воздух в другое время тоже немного проникал. И, а на зиму, что мы делаем? А на зиму я вот показываю, да вот старые, 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 старые опилки. Старые, старые опилки, которые уже практически превращаются в почва торф. Но я утепляю ее. Я утепляю вот эти свои черенки вот таким вот образом. А потом уже весной? А весной вот эти опилки убираются. Убираются. То есть посадили под углом. Посадили под углом. Утеплили. Утеплили. Смелее можно утеплить. И ждем весны. Весной сделали. И ждем весны. Тепличку сделали. А по окончанию лета уже пересаживать надо? Или еще один год? Вот эту пролил, пролил до передачи, грядку всю очень обильно пролил. Вот. Снимайте вот это растение. Проклюнулся кедровый сланик из семян с опозданием. С опозданием. Два-три года так тоже бывает. Бывает, да? Ага. И вот стоит. Там, наверное, тоже есть. Вот, вот стоит. Проросток. В этом году они проклюнулись с опозданием. А когда потом, допустим, по весне они у нас летом выросли, мы можем пересаживать когда уже? На какой год? На какой год? Лето начинается, ну, условно, где-то с 20 мая, скажем, да? Оттуда где-то мы к августу. К августу. Мы, можно будет уже, там будет прохладно, не так жарко, мы можем уже вытаскивать и высаживать в школу какую-либо грядку. В качестве школы я выберу. Это получается грядка для проращивания. Ясли. Она вся, вся ясли. Ясли. Условно скажем, ясли. Вот это вот шишки аянской ели. Красивая. Ее прикрепили к кончику палки и срывали. Как арканом. Как арканом. Полуарканом. Вот так вот обтрясываем. Шишки собрали, и я занес эти шишки в дом. И они раскрылись. Обратите внимание, семена уже зрелые. Вот. Это все семечко? Это вот семечко. Кончики вот зародыш. Видите? Он черненький, темненький. Это все будущее растение? Когда они сами на растении, вот эти крышки помогают их распространению растений с помощью ветра. Разлетаются они по всему лесу. Весной можно сеять и поздно осенью. Так же, как черенки. А то, что мы осенью поздно сеем, это подзимний посев называется. И весенний посев. Подзимний посев, вот видите, в конце сентября, в начале октября можно производить растение. Я сам предпочитаю осенний, потому что растение уже попадает в почву и начинает, хоть оно находится и в покое, да? Вот эти наши проростки, черенки, да? Но растения и семена тоже, они начинают привыкать к этой почве. То есть осень лучше, но весной тоже никто не отменял. Да-да, весной тоже можно сеять. Куда идем? Опять туда? Идем туда же. Так. Вот в рядом стоящей грядке, я ее подготовил. У нас делаем бороздку, прямо как морковь. А, ну все аналогично, да? Вот, делаем бороздку на глубину 1-2 сантиметра. Семян будет достаточно. Если их семян мало, поштучно я их делаю прямо. А семян достаточно, поэтому я прямо так сыплю. Вот. Вот и все. И все? Ага, на примере семян аянской ели. Смотрите, какая дорожечка получилась. Ага, борозда. Борозда такая. Борозда. Вот. И потом вот заделываем. Опыт какой-нибудь небольшой по посеиву семян овощных, там, кормовых имеется. Поэтому я действую быстро. Утром боварим? Прямо кулаком вот так вот. Утром боварим по борозде. Вот образуется канавка. Она нужна для того, чтобы ее в следующем году, когда поливаешь, собирается вода. Все, и так и оставляем? Все, так и остается. Так, самое главное, из этих семян когда вырастут? Хотя бы первые признаки. Это зависит от температуры, от температурных и от влажности, от осадков следующего лета нашего. А то есть летом уже может что-то взойти, да? Да. Летом они всходят, ага. А уже, да? Всходят, всходят. Ну, а здесь в яслях они сколько должны находиться? Уже подольше, наверное, чем черенков? Да, да, да. Ну, года два, года два, пока они такими не станут. И только потом пересаживаем уже грядку? А потом только пересаживаем на грядку. А можно сказать, что вот этот процесс, он быстрее, чем этот процесс? Правильно? Нет, вот этот процесс, он быстрее. Вот этот? Вот этот процесс. Да, этот быстрее, чем этот? Ну, логично, потому что здесь уже есть немножко растения. Все понятно. Ну что, дорогие друзья, если вдруг вы захотите иметь на своем дачном, либо приусадебном участке вот такую красавицу, то вам, в принципе, можно сделать это все самостоятельно. Пересмотреть выпуск с участием Иннокентия Аполлоновича, послушать его советы, сделать черенкование, либо посеять семенами от шишек. И, собственно, лет так черецать, такая красавица будет. Вот этой красавице сколько лет? Вот этой красавице 7 или 8 лет. То есть первоклашка? Она вот в этом году на 50 сантиметров приросла. Посудите, в прошлом году она сантиметров на 45. И вот сейчас уже сантиметров на 40-50 выросла. Вот поэтому хотите, старайтесь, трудитесь, любите растения. И, собственно, оно порадует вас, и не только вас, а ваших близких, еще на многие-многие поколения. Правильно? Удачи и фарту вам на дачном фронте. Продолжение следует... Продолжение следует...